МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире самый молодой депутат Республики Западная Армения Александр Назарян. Ильиша Киракусян ответил представителю Баку. Алиев ненавидит армян так же, как и младотурки. Палата депутатов Чили объявила 24 апреля национальным днем памяти жертв, совершенного против армян геноцида. В Брюсселе почтили память жертв, совершенного против армян геноцида. Сегодня наши мысли с армянами Греции и всего мира. Никос Дэндиас. Для тебя, Шарль, ознобожник. 24 апреля 2024 года, дорогие няни Франции, президент Армена Кабраамян вручил депутатский мандат Александру Назаряну. Александр Назарян – самый молодой депутат Парламента Республики Западной Армения. Ему 19 лет. Совет безопасности ООН и ЕСПЧ никогда не принимали решение, согласно которому Армения оккупировала Арцах. Ильиша Киракусян ответил представителю Баку. Международный суд рассмотрел из Баку против Еревана. Представитель Восточной Армении Егеша Киракусян коснулся критики, высказанной Баку в связи с его заявлением, что он якобы отрицает оккупацию территории Азербайджана Восточной Армении. Представитель Баку наставил, что Восточная Армения отрицает вторжение с ее стороны и подавляющую реакцию международного сообщества на оккупацию, тем самым отвергая иллюзию самоопределения, придуманную Арменией для обслуживания собственных интересов. Баку особо подчеркивает решение Европейского суда по правам человека, согласно которому Восточная Армения обладает юрисдикцией над Арцахом в соответствии со статьей 1 Европейской конвенции. Баку игнорирует тот факт, что определение юрисдикции суда, согласно прецедентной практике суда, не может быть приравнено к критерию фиксации ответственности государства за международное нарушение. Киракусян уточнил, Европейский суд никогда не выросил решение о том, что Армения оккупировала Арцах. То же самое можно сказать и о резолюциях Совета безопасности ООН по арцахскому конфликту, которые были искажены представителем и адвокатами Азербайджана. Совет безопасности призвал Армению продолжать оказывать влияние для обеспечения выполнения норм со стороны армян Арцаха, но ни разу не упомянул, что Армения является государством-оккупантом, тем более агрессором. Вместо этого обратился к местным армянским силам, призвав стороны немедленно возобновить переговоры в рамках минской группы. Именно так поступили власти Армении и Арцаха. Баку же в одностороннем порядке решил, как сказал президент Алиев, что война неизбежна и что минская группа мертва. По словам президента Алиева, именно Баку начал Вторую Карабахскую войну, что представитель Баку вчера отрицать не пытался, пояснил Кира Косян. В контексте 109-й годовщины, совершенного против армян геноцида, известное издание Newsweek выпустило большую статью об арте армянской политики Баку. Автор статьи, исполнитель и директор Института Лемкина по предотвращению геноцида Элиза фон Йон-Ден-Форги. В статье, в частности, говорится, В сентябре прошлого года монастырь Амарас, один из старейших религиозных комплексов христианства и святыня армянской апостольской церкви, был захвачен Баку во время вторжения в самоуправляющийся армянский анклав Арцаха. Нападение нарушило соглашение 2020 года между Арменией, Баку и Россией, положивший конец войне и вынудило 120 тысяч армян-анклавов в панике бежать. Исход, положивший конец почти четырехтысячелетнему непрерывному существованию одной из старейших христианских общин в мире, стал одним из наиболее эффективных геноцидов, этнических чисток за последнее время. Трагедия заключается в том, что спустя 109 лет после начала геноцида в отношении армян с турками-османами, это событие, которое во всем мире отмечается 24 апреля, армяне все еще подвергаются нападениям. Мы в Институте Лемкина по предотвращению геноцида, чья миссия состоит в том, чтобы предотвратить повторение подобного зла, с ужасом наблюдаем, как азербайджанские солдаты регулярно совершают зверства против попадающих в их когти армянских солдат и гражданских лиц, включая обезглавливание, нанесение увечья, унижение и сексуальное насилие, часто записываемые на видео и публикуемые в социальных сетях, Дассе документирующее преступление составлено Калифорнийским центром истины и справедливости и передано в Международный уголовный суд на прошлой неделе. В этот день памяти жертвы геноцида хотела бы подчеркнуть, что геноцидные режимы совершают свое зло разными способами, и одним из них является попытка разрушить культуру народа. Человеческие страдания армян Арцаха – самая душераздирающая сторона преступлений Баку. Баку также пытается стереть и переписать армянскую христианскую историю. И хотя уничтожение культуры и геноцид часто рассматриваются как отдельные юридические понятия, в определенных контекстах уничтожение культуры может быть компонентом или предшественником геноцида. Палата депутатов Чили одобрила проект объявления 24 апреля каждого года национальным днем памяти жертв совершенного против армян геноцида. Об этом сообщает Диарио Армения, отмечая, что резолюцию представил депутат Кристиан Араян, председатель парламентской группы дружбы Чили-Армения, который в марте встретился с представителями Армянского национального совета Южной Америки, окопом Табакяном и Арамом Муратяном. 109 лет назад началось истребление армянского христианского народа. Более полутора миллионов человек были систематически убиты из-за своей этнической принадлежности и религии. Руководители того времени сознательно игнорировали это и скрывали под покровом несправедливого равнодушия, которое сохраняется и по сей день, с чем мы сталкиваемся и с такой далекой страны, как наша смиренно, но твердо и энергично поднимая голос перед несправедливостью, официально признав армянских мученик, заявил в ходе заседания Арая. В своем выступлении христиан Арая также коснулся событий, произошедших в Арцахе, подчеркнув, в то время, когда армянский народ снова подвергается несправедливому нападению, когда Арцах оккупирован и его граждане вынуждены покинуть свои дома, когда державы и международные организации равнодушно смотрят в сторону, «Я не могу не гордиться тем, что парламент Чили обладает дальновидностью и всесторонним подходом, чтобы поднять свой голос перед геноцидом, которому подверглись армяне». 5 июня 2007 года Сенат Чили одобрил резолюцию, выражающую солидарность с армянским народом, осуждающую геноцид в отношении армян, призывая правительство Чили оставаться верным тому, что было согласовано Организация Объединенных Наций в 1985 году. В Брюсселе состоялось мероприятие памятью жертв геноцида, совершенного против армян. Мероприятие было организовано Комитетом Армян Бельгии. До начала мероприятия в Церкви Святой Марии Магдалины состоялся молебен о святых мучениках и поминальная церемония. На мероприятии присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Восточной Армении в Бельгии, постоянный представитель Армении в ЕС Тиграм Балаян, представитель дипломатической миссии Армении в НАТО, высокопоставленные бельгийские политики, представители государственных и общественных структур послы. Глава коммуны Иксель Христос Дюль Керидиис отметил, «В году есть один день, поминание которого не признают ни снега, ни дождя, ни града, ни ветра. Это день памяти жертв геноцида, совершенного против армян. Наш долг каждый год быть у этого мемориала и помнить о том, что произошло сто лет назад. Каждый раз, когда нам не хватает силы воли, возникает рецидива, и мы видим, что история повторяется». Министр национальной обороны Греции Никос Дэндиас, коснувшийся 109-й годовщины геноцида, совершенного против армян, отметил, что признание исторической правды необходимо, чтобы избежать повторения преступлений против человечества. Об этом Дэндиас написал в соцсети Икс. «Сегодня наши мысли с армянами Грециями и всего мира, которые чтят память жертв геноцида, совершенного против армян». Выставка, посвященная столетию Шарля Азнавура с 22 мая по 22 июля. Временная выставка, посвященная всемирно известному певцу и киноактеру Шарлю Азнавуру, которая будет организована в Ереване, представит около 250 редких экспонатов, связанных с жизнью и деятельностью с шансонье, среди которых редкие фотографии, периодические издания, издаваемые в разных странах, памятные издания, аудиоальбомы и уникальные образцы постеров фильмов с участием Азнавура. Выставка организована на основе коллекции, созданной совместными усилиями генерального директора компании ЮКОМ Ральфа Ирикяна и доктора исторических наук Айка Дэмуяна, как дань памяти великому армянину. Выставка состоит из четырех основных разделов, где представлено около 50 уникальных и пока малоизвестных фотографий, около 100 больших и малых альбомов, выпущенных в разные годы и более 30 оригинальных постеров, фильмов, снятых во Франции и других странах в разные годы с участием Шарля Азнавура. Отдельная экспозиция – десятки многоязычных журналов и периодических изданий, издавшихся с изображением Шарля Азнавура в 1950-2000-х годах. В экспозицию также будут включены памятные медали, марки, значки, открытки и другие выпуски, посвященные жизни и деятельности Шарля Азнавура. Особый интерес представляют открытки и компакт-диски, подписанные Шарля Азнавуром. Некоторые экспонаты, входящие в коллекцию, также будут показаны в Гюмри. Инициаторы намерены после окончания выставки передать всю коллекцию в дар действующего в Ереване музею Шарля Азнавура для организации постоянных и временных выставок. Официальное открытие выставки состоится 22 мая в 16.00 в Национальном музее Институте архитектуры имени Александра Томаняна. Выставка продлится до 22 июля. В завершении напомним. Правительство Западной Армении приглашает принять участие в церемонии поминовения жертв геноцида, совершенному против армян. Церемония состоится 27 апреля 2024 года в 12.00. На мероприятии выступит председатель Национального совета Западной Армении Армена Кабрамян. Контактный номер 060-521-920. Вход свободный. Из завершения новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok